Всем привет! Сегодня 2 августа. День ВДВ. Всех ВДВшников поздравляю с праздником. Выбрался ненадолго в лес, пока еще совсем жара не влупила. С утра уже было плюс 28. С 7 утра сейчас за 30 уже. Пока совсем не стало жарко, решил немножко пробежаться по лесу. Собрать что-нибудь. Уже август, все поспевает. Вот только оставил машину, вон она стоит. Только остановился. Вот такие буераки. На машине не стал ехать. Пойду пешком. Уже собрал немного ежевики, физалис. Вот. На таком участке, на опушке, полно всяких ягод уже в августе. Вот еще физалис уже вижу. Вот он. Вот так я его срываю. Сейчас открою, покажу. Он уже начинает высыхать. Вот в этом месте внизу. Значит уже спелый. Внутри вот такая ягода. Ну, раньше в советское время, кто помнит, ими украшали этими ягодами пирожные, торты. Своебразный вкус такой. Ни в коем случае нельзя есть вот эту оболочку. Вот эта оболочка называется околоплодник. Она ядовитая. Вот эти ягоды съедобные. Конечно, у них вкус немного своеобразный. Вот я соберу еще немного физалиса. Там дальше я знаю, есть ежевика. Хорошая. Ежевика вот так перебирается через дорогу. Вот она пошла, 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 пошла. Уже метров пять, наверное, побег. И потом будет расти уже в новом месте. Таким образом, захватывает территорию. Так, помимо физалиса и ежевики есть еще бузина. Вот поспела бузина травянистая, называется. Это не та, которая кустом растет черная, а именно травянистая. Вот она. Офигительно здоровая корзина. Бузина травянистая имеет съедобной частью своей только мякоть плодов. Ни в коем случае нельзя есть косточки и остальные части. Мякоть плодов можно с сахаром перетирать, делать варенье. Но в интернете полно роликов. За бузиной я потом приеду отдельно, с нормальной тарой. А вот ежевики уже полно. Сюда только в берцах. Вот ежевика спелая. Сейчас буду собирать. А вон там уже вижу физалис. Вот физалис. Здесь его можно набрать, я думаю, ведро точно. Ну, в общем, вот такие ягоды поспели в августе. Кто живет на Кавказе, смело можете выбираться. Сейчас я соберу, покажу, сколько собрал. Не прошло и получаса, а уже я полное ведерко физалисом собирал. Куда его девать? Во что собирать, не знаю. Полно его здесь. Как раз ему тут хорошо в тени ежевики. Вот он прячется в тени. Ежевику я пока перестал брать. Сейчас соберу физалис, потом возьму тару под ежевику. Осовожу. Что-то я не оказался не готов. Потому что его столько здесь будет. Я, конечно, знал, что место хорошее для него. Еще в прошлое вылазки я приметил. Ну, что, погодить, было столько. И вот там он. Вот он краснеет везде. Просто везде. Ладно, буду собирать. Ну, что это такое? Полное ведро уже. И вот здесь еще столько же на ведро. А я еще до конца просеки не дошел. Что, пойду высыпать. Пойду высыпать ведро в машину. Да, не подготовился я сегодня. Не думал, что столько здесь будет. Наверное, я не буду сегодня брать ежевику. Наберу побольше физалиса. За ежевикой потом приеду. Как время выдастся немножко. Ладно, включусь, как пересыплю. Взял ведро побольше. Хорошо было в машине. Пришлось освобождать всякого шмурдика. Что-то мне подсказывает, что и это ведро я наберу полное. Ладно, загадывать не буду. Там позже включусь. Есть вот такой физалис зеленый. Зеленого цвета. Наполовину зеленого. Такой лучше не собирать. Сейчас покажу спелый. Ну, вот спелый красный. А вот зеленый. Не знаю, насколько камера передает. Сейчас я иду в тень. Вот разница. Такой зеленый лучше не брать. Потому как он может быть еще и дует. А спелый. Можно смело выбирать. Ну, вот уже. Дно покрыло полностью ведро. Только начал его заполнять. Сейчас пойду дальше. Ну, и как это назвать? Второе ведро, которое я освободил полное. Офейзалиса. Еще больше стало. Чем больше я собираю, тем больше вокруг его становится. Это какой-то кошмар. Обломался я с ежевикой. Решил собрать физалис. Собрал, называется. Все таро набрал, набил. А его не убавляется. Вон еще там виднеется. Это какое-то издевательство. Поехал я домой. Переберу собранное. Возьму нормальную тару. Взрослую. И приеду. Может сегодня, может завтра. Ладно, всем пока. Всех. Всех еще раз поздравляю с днем ВДВ. Кто ВДВшний. От военно-морского флота. Вам привет. Все, всем удачи. Всем пока. До новых видео. Да, постоянно забываю. Хотел извиниться перед Сергеем из леса. Из Белоруссии. Серега обещал снять тебе крепление для камеры. Все время забываю, что некогда. Вспоминаю только, когда вижу тебя в чате. Вот крепление. Обычное крепление от экшн-камеры. Стандартное. Оно шлок не в комплекте. Присоска. Кронштейны. И камера все жесткая. Никаких нету пружин. Жестко крепится на стекло. И вот так нормально держится. Не шатается, не дрожит. Включаешь питание. Включил питание. Камера включается. И начинает запись. Сама автоматически. Вот. Вот темно. Не видно ничего. Вот она моргает. Снимает. Потом дисплей потухает. Но она продолжает снимать. И снимает зазыкленное видео. То есть какая карточка заполнится. Первая удаляется. Следующая записывается. Все. Вытаскиваешь. Просто сприкуриватель. Все. Она выключается. Goodbye пишет. Проще некуда. Проще некуда. Что с south. Проще很多. Но и вообще нет. Отличное. Чтобы найти.